Ну, теперь, значит, еще одна тема у меня. Следующая есть. Это тоже барьер, который надо взять. Одиночество. Псалмы Давида полны жалоб и стонов, связанных с одиночеством. Это Давид. У него там одних жен сколько было, а друзей сколько было. А друзей верных, которые готовы были жизнь положить. Помните, они ему во время какого-то сражения воду доставали под под этими стрелами. Да, вот как они разделяли его скорбь по весолому. То есть, вы понимаете, он никак не был одинок. Но псалмы полны этих жалоб. Я некоторые так строчки приведу. «Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен». Другой псалом. «Избавь от меча душу мою и от псов львов одинокую мою». Беззащитность. «Отведи душу мою от злодейств их, от львов одинокую мою». У Экклезиаса записано. «Человек одинокий, и другого нет. Ни сына, ни брата нет у него. А всем трудам его нет конца». Так. Вы знаете, что? Размышляя над Давидом, я стала широко понимать тему одиночества. Мы понимаем одиночество, когда все разъехались, я дома остался один. Или уехал. Ну, в общем, понимаете, вот так вот я один остался. Но эта тема одиночества, она, я сейчас вам такое научное слово скажу, она связана, в принципе, с нашим земным существованием. Она экзистенциальная. Это слово знакомо или нет? Эта проблема связана с экзистенцией нашей, с существованием нашим. Мы существуем в этом мире, поэтому мы одиноки, мы не можем быть. Рождаемся мы в одиночку, так? И умираем в одиночку. И в течение жизни мы часто чувствуем себя одинокими и непонятыми, даже имея много друзей вокруг. Я хочу сказать, при восхищении один берется, другой оставляется. Вы понимаете ли, экзистенциальное, в принципе, одиночество. Я хочу напомнить вам, что Илья остался один. Помните, он сказал? Всех убили. Один я остался, и моей души ищут. Иисус остался один, когда все убежали. Он говорит, я топтал, точила. Один. Вы понимаете ли, что это такое одиночество. Оно в природе вещей на грешной земле. И, однако, Иисус, который остался один, он сказал, впрочем, я не один, со мной мой Отец Небесный. В этом смысле мы не одиноки. И мы можем преодолевать этот барьер одиночества, общаясь с нашим Господом. Очень интересные размышления об одиночестве есть у Экзюпери, автора «Маленького принца». Он летчик был. И он рассказывал. Это летчик во время войны. И он рассказывал о том, что самое ужасное одиночество он пережил, когда плыл на корабле, полном беженцев во время войны. Беженцы. И он был на этом корабле. Там толпа народа была. Страшное одиночество. Всем людям ни до кого. Они беженцы. Они не знают, куда они плывут, и что с ними будет, а что с их близкими. Вы понимаете ли? Никто ни с кем не мог общаться. Никто никому ничем не мог помочь. Все оторваны от почвы. Все неведомо, куда едут. Неизвестно, что будет дальше с ними. И он говорит, это было страшное одиночество мое на этом корабле, полном людей. Еще он говорит, что пережил он, когда какая-то поломка была, его самолет. И вот он сел в пустыню и оказался один в пустыне. И он говорит, я испытывал такое присутствие Божье. Я был не один там. В пустыне, когда он в самом деле был один. Он не чувствовал себя одиноким и брошенным, и оставленным под звездным небом, в бескрайней пустыне. Он чувствовал присутствие Божие. Вы понимаете, какие интересные вещи с одиночеством? То есть этот вопрос всегда оказывается в наших отношениях с Богом. Мы можем быть с Богом хоть в тюремной камере, хоть в пустыне, хоть на корабле с беженцами. В любых обстоятельствах мы можем быть всегда с Богом. И у веров во Христа мы тоже избавляемся от одиночества. Мы не ощущали одиночество Иоанн на острове Патмос. А ведь он был тогда действительно одинок. Все апостолы к тому времени уже умерли. Один он остался. И вот мы здесь, на земле, проходим подготовку к будущему служению и учимся общению, полному любви и заботы друг о друге. Каждый верующий должен служить нуждам других людей. Вы знаете, это самый верный путь преодолеть одиночество. Ну, тоже так было в моей жизни, такое ощущение. Я вышла на улицу, за городом это было, и какая-то бабушка, напрягаясь, волокла дрова на саночках. И вот я с ней впряглась и помогла ей дотащить эти... Сами понимаете, одиночество у меня как не было. Помочь другому. Выйти из саможалости, плача о себе, сожаления о себе. Но есть еще и другие виды одиночества. Есть одиночество экзистенциальное, вот в принципе, как я рассказала. Но есть еще психологическое. От обиды, непонятости и непрощения. Я чувствую одиноким себя. Потому что я кого-то не могу простить. И это у меня пробка сидит у меня. Тромб сидит такой. И с этим надо кончать. Знаете, что... Когда только какую работу не возьмешь... По христианской этике. И вот по старости. А старость это тоже часть этики. Что нельзя не жить и нельзя умирать с каким-то непрощением. Потому что в нас есть какие-то огромные области, не смазанные елеем божественного прощения. Мы должны прощать, чтобы получить прощение. Елей прощения смазывает огромные области нашей жизни, которые свербят, болят. И Бог не может нам их смазать. Мы не отдали Ему эту область. Я недавно поняла смысл этого прощения еще. Что я связана. Когда я не прощаю, я связана. По рукам, по ногам. Отпустить измученных на свободу, Христос сказал. Пришел отпустить измученных на свободу. Люди измученные. И они измучены по большей части этим непрощением. Вы понимаете ли? В связи с этим я хочу огромную такую тему. Только затронуть ее. Есть такая христианская психология. Слышали? Вот это вранье ужасное. Я против этого читала большую лекцию. Собрала всех студентов в Санкт-Петербургском университете. И прочитала им лекции. Мне попали в руки книги. Вот конец христианской психологии. И вот эта вот ложь душ в опечительстве. Потому что психология, она одна. Мирская психология, это сейчас во всем мире. Это фрейдизм. Фрейд, слышали, да? Поэтому христианская психология, это не какая-то новая, другая психология. Это тот же фрейдизм, который под именем как бы христианства, как бы проникает к нам. И какие там идеи? Что связано с этим вопросом непрощения? Значит, там утверждается, это по Фрейду, роковое значение первых лет жизни, отношения родителей, отношения с отцом, отношения с матерью, что они роковым, фатальным. Как карма. Фатальным образом они оказывают влияние на всю жизнь человека. Он, вы представляете себе, что я преподавала этику в Мурманске, там 40 человек была группа, три группы, и в каждой находилось несколько самых милых девочек, которые при разговорах рассказали про свою ненависть и непрощение к маме. Мама, вот она мне, это было сто лет назад, когда были они маленькие, куклу ее выбросило в окно. Другая молодая мама, которая не имела этих проблем, сказала, доняла, видимо, она довела свою маму, там и бросила куклу. Другая еще там сказала причины. Понимаете ли, неприятие, обиды какой-то, непрощение. И вот молодая девушка живет с этим непрощением, и у нее там вот эта глыба ледяная. И у нее, конечно, вы знаете, нам сказано, почитай отца и мать твоих, и будешь долголетен. А кто злословит отца и мать, светильник того погаснет в глубокой тьме. Вы знаете эту притчу? Кто злословит отца или мать, светильник погаснет в глубокой тьме. Жизнь кончится, не будет долголетия. Будет тьма, и светильник твой погаснет в этой тьме. Страшное дело. То есть надо благодарить за родителей. Благодарить. И здесь не важно, какие эти родители. Сергей Петрович Фадюхин рассказал нам такую историю. Когда он был молодой, и был НЭП, и он как-то вечером зашел в магазин. Были магазины долго открыты. Где-то поздно вечером. И там была куча сто этих опилок. И опилки эти мочили. Убирали магазин уже перед закрытием. И вот на этой куче опилок лежала пьяная женщина. Рваная и грязная. Пьяная. И вдруг открылась дверь и вошел прекрасного вида молодой человек. Бедно, чистенько одетый. Бросился к ней. Говорит, мамочка, я же тебя повсюду ищу. Я же так беспокоился о тебе. Милая, пойдем домой. И вот она это заплетающимся языком. Он ее поднял, он ее обнял, он повел ее домой. Вы знаете что? Я вот и рассказываю, как слезы начинают наворачиваться. И когда я рассказывала Сергею Петровичу об этом тоже как-то. Независимо ни от чего. Это его мама. Но она вот больная. У нее такой порог у нее такой. Он ее обнял и повел домой. Приговаривая всякие ласковые слова. И она что-то ему пыталась там хорошее сказать. Независимо от того, какие родители. У него нету обиды на мать. Образовательный ресурс видеосеминарии ТВС – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com И первое, за кого надо благодарить. Благодарить за родителей. И простить родителей. И мы все в этом нуждаемся, чтобы детки наши просили. Потому что все мы чего-то недодали детям. В каких условиях жили. В какое время жили. Какое понимание имели в голове. Недопонимание. Очень многие вещи. Мы стараемся как лучшее. Вы знаете, да? А получается неведомо как получается. Я с каким-то страданием вспоминаю, что я жила во время, когда я должна была работать на работе, чтобы зарабатывать. И я не могла иметь эту работу, если я не буду иметь общественной работы. Вы помните такое время? Общественной работы. Я должна была обязательно бесплатно там вечера организовывать, общежития посещать, больницы там, где студенты уйти. Понимаете ли? И я наспех детей приведя и наспех накормив бежала вечером на общественную работу. Вместо того, чтобы не нянчиться со своими деточками и книжки им читать. Еще я тогда и неверующая была к тому же. Понимаете ли как? То есть по необходимости. И у нас не было никаких школ ни английских, ни немецких, ни математических, ни школ, которые могут корреляцию личности сделать, если кто-то говорит плохо, например, помочь говорить. Поэтому я не могла этим ничем заниматься. И поэтому это очень важно. Нам простить своих родителей, благодарить за них Бога. Написано, ибо этого требует справедливость. «Почитай отца и мать твоих» – это Левит 19, где как бы истолковывается Моисеев закон. «Ибо этого требует справедливость. Потому что через них ты пришел, через отца и мать ты пришел в этот мир. Этого требует справедливость, чтобы ты почитал их». Вот. То есть понимаете ли, что вот эта тема очень близко связана с этим одиночеством. Когда у тебя есть это непрощение, и когда есть у тебя области в твоей душе не смягченные елеем, не обмазанные, свербящие, больные. И они у тебя будут сказываться во всей твоей жизни, в отношениях с другими, в отношениях с мужем, в собственной семье, со своими детьми. То есть вы не представляете себе, как рак влияет на все, когда непрощение. И вот это психологическое одиночество от обиды, от непрощения. Ну, и с этим, конечно, нужно кончать. «Вместе со страданиями верующих растет и их утешение, чтобы они могли утешать других и не были чрезмерно поглощены своим горем. Наш Бог есть Бог всякого, всякого утешения». И вот думаю тоже, как Господь чудно сделал. Мы все растем в семье, и в семье у нас у всех мы проходим все эти отношения. Ведь в семье можно быть очень одиноким, когда они понят, когда они понят мужем или женою. И оказывается, главнейшая проблема в семейных отношениях, все вот эти вот, как они называются, душепопечители, они прежде всего интересуются. А как вы общаетесь? О чем вы говорите? Есть ли у вас время для разговоров? Я думаю, а что такое любовь? Я поняла, любовь – это время, уделенное другому. Его нет времени, ни у кого нет времени. Но если любишь, у тебя время уделять, тебе интересно послушать, тебе хочется помочь, тебе интересна жизнь другого человека, ты вникаешь, ты вникаешь в его переживания, в его психологию, ты его расспрашиваешь, вы имеете взаимное доверие. Это большая близость, когда ты можешь обговорить, и, конечно, когда ты можешь вместе Господу принести проблемы, помолиться вместе. Очень многие, даже молодые семьи, оказывается, не могут молиться вместе. Они предпочитают иметь свои отношения с Богом. Это надо, и каждый должен иметь свои отношения, да, это правильно. Но должна быть и общая молитва, совместная, о которой можно договориться. О чем будем молиться? Давай договоримся, сейчас договоримся. О чем будем молиться? Вот, это очень важная область, потому что это великое благо, которое Господь нам дал, чтобы мы не были одинокими. Ну, вы поняли эту мысль мою? Что одиночество ты можешь иметь и в толпе народа, и в семье с родными и близкими. И христианская психология, по определению, это должна была бы заниматься Библией. Но этого не происходит. И я, значит, когда я на эту лекцию готовилась со студентами, я пошла в библиотеку, я набрала как охапку книг, которые я сказала, вот это все вранье, не надо это читать. Понимаете ли как? А как же служение, как служение душепопечительства? Это Библия. То есть, душепопечитель должен основываться служение на Писании? Да, конечно. Ни на каких-то книгах, ни на чем-то. Да, конечно. Вы же чувствуете, что здесь на все есть ответ и совет, и надежный, и авторитетный. А это такой паразитирующий момент, потому что люди нуждаются очень в душепопечительстве. А научная психология существует? Научная психология существует, и это фрейдизм. И еще есть научная такая вот прикладная, которая изучает, я не знаю, там, если ты бежишь с такой-то скоростью, какое у тебя будет сердце как будет реагировать, или вот какие-то такие вот вещи, которые можно сосчитать. Образование без психологии не существует, правильно же? Чего не существует? Педагогическое образование. Педагогическое. Ну, в общем, я вам говорю, что я окончила университет по двум отделениям. Это было русский язык, литература, логика и психология. То есть я специалист в этом по диплому своему. Библия очень про все эти вещи говорится так. А сейчас вы отложите это все. Ярость, злоречие там, там все. Отложите. То есть даже не думайте, даже не занимайтесь этим. Вот вам путь светлый. Понимаете как? То есть Господь совершенно иной путь предлагает. Не копаться вот в наших темных глубинах, которые даже сам Фрейд назвал. Это клубок, кишащий клубок змей. Инстинкты, похоти, вожделения. И вот их превозносить и на них опираться, на них базироваться. Понимаете как, да? Мы с вами всю беседу начали с того, что наука, она может поставить диагноз, но она ничего не может предложить. А как, а что с этим дальше делать? Вы подумайте сами, что это психотерапевт делает. Он заставляет пациентов вспоминать и высказывать из темных глубин доставать на свет. И считается в этом целение. Что ты, когда ты вот это вот то, что у тебя там сны есть, что ты во сне видал, какие сны у тебя вспомнить, сны что-то значат. И ты все это вот вытаскиваешь наружу, якобы это помогает человеку. Но мысль такая, что когда бессознательное становится достоянием сознания, то с этим можно как-то справляться. А так бессознательно оно тебя мучает. Но ты достал из сознания, и ты можешь дальше как-то распорядиться с этим. Если у тебя вожделение к твоей тёще или кто-то, значит переезжай в другой город. Какая не пакость, обязательно какая-то пакость. Понимаете? Вот. И это же не решение вопроса. Это Фрейд сделал великую вещь, когда я с ним познакомилась в Индии. Здесь не было таких учебников, а там очень много было. О ненависти к... В частности, что это тоже в человеке живёт. Ненависть ко всякой власти, желание убить её и желание убить того, кто превосходит тебя. Ну, всякая тьма. Тьма называется. А Бог есть свет. Это же первородный грех. Первородный грех. Так что сделал великый Фрейд? Он показал глубины его. Бесконечные, тёмные, мерзкие глубины этого греха, который в каждом живёт. Да. Андрей. Андрей Сергеевна, я учусь на втором курсе РГСУ на психолога. Вот. Я стал учиться, уже будучи христианином, я пошёл учиться. Для чего? Потому что я считаю, что да, есть везде и в науке там крайности. Я верю в Библию. Я утверждаю то, что и вы утверждаете, что является она единственным авторитетом Библии. И как психология, так и вообще в жизни. Вот. Но я считаю, что в психологии есть некоторые такие инструменты, и я считаю, что сама психология является инструментом для того, чтобы привлекать людей к Богу. Дай Бог вам. Тогда вы будете просто говорить о Боге. Безусловно. Я не защищаю, собственно, это мировоззрение. Всё, что в науке, я говорю, диагноз может поставить. А как с этим разделаться? Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо.